Здравствуйте, друзья! У нас необычные гости. Давайте проверим, все ли у нас хорошо. С эфиром раз, два, три. Давайте, кто узнал нашего сегодняшнего гостя, пишите, пока есть, я его представлю. Хотя, вообще-то говоря, он в представлении не нуждается. А вот, как видишь, сенсей тебя уже встречают. Можешь посмотреть в чате. Как панки. Да, уже вижу. Все знают, все узнали. Какой ужас. У нас Вячеслав Дьяков. Бен, добрый кем. Да, автор и бессменный ведущий передачи «Все будет хорошо». Так оно называется, такие сводки. Ежедневные, да, сводки? Да. По мере возможности. Двокопы не отправили. Или еще куда-нибудь. В командировку. Ну вот интересно. На самом деле, не так много военных людей становится видеоблогерами. Я думаю, что об этом мы сегодня поговорим. О твоей деятельности в интернете. Да, ну а пару слов немножко о себе, потому что мы только видим, как, с какого времени на Донбассе, откуда. Ну давайте так, по порядку. Надеюсь, вы нас все понимают. Я сам из Донецка. В прошлой жизни был предпринимателем. Когда случился Славянск и Мариуполь, буквально через 10 дней я ушел в ополчение. Закрыл магазин, повесил табличку. Ушел в ополчение. Все. С тех пор я на войне. Ну а дальше что? Дальше такое понятие. Если вам не знакома обстановка, нужно просто наблюдать. И по мере возможности помогать. Ну, так я, собственно говоря, потихоньку-потихоньку помогал ребятам. То магазин свой ограбил, опустошил. Потом компьютер с собой притащил. С разрешением моего командира. Ну а дальше, как говорится, в свободное время я употреблял на то, чтобы... Ну, скажем так... На то, чтобы объяснить людям, что я думаю о том, что происходит на данный момент. Ну вот так вот, потихоньку. Вячеслав, а ты сейчас на передовой или ты как тренируешь больше? Ну давайте я так по порядку скажу. На данный момент я нахожусь в этой студии. Так, завтра я уеду на передовую. У меня завтра заканчивается увольнительная, увольнительная водопровод бумажка с правочкой. О том, что я имею право находиться вне подразделения. И дальше я проеду на окопы, посмотрю, как там ребята живут. А потом буду тренировать отдыхающие подразделения. То есть у нас там идет ротация постоянная. Вот смена, которая отдыхает, она будет заниматься тренировками ежедневными. Ибо это надо делать каждый день. Тренировки нужны? Конечно. Без этого никак. Благодаря им, по крайней мере, вызываемость у пацанов намного выше. Ну вот так вот. А вообще как с дисциплиной? Повышается общий уровень, можно сказать, за последнее время? Ну что говорят, в общем, сейчас есть армия, есть корпус, дисциплина повышается. Но так это изнутри как выглядит? Давайте так я попробую сказать. Если сравнивать с ополчением ранним, Затем, что сейчас, скажем так, дисциплина на низовом уровне, то есть рядовые, в ополчении была на очень высоком уровне, потому что всех объединялась идея. Но была, скажем так, плохая идея на высоком уровне. Плохая дисциплина была на высоком уровне. Это когда командиры не могли договориться друг с другом. Это всеизвестный факт. Но спасало то, что люди понимали, что все-таки надо делать все в одном русле. Сейчас в армии, когда наших казаков перевели в армию, спасибо нас не раздрабили. И получается так, что низовая дисциплина, она осталась на прежнем уровне, даже чуть поднялась. Но то самое главное, теперь приказы сверху полностью спускаются вниз, и они исполняются. То есть сама вертикаль власти, вертикаль управления, она появилась? Да-да-да-да, элитно я за теми руками и ногами. Потому что я уже буду знать, что если бы пошел приказ, даже если это самоубийственный приказ, ну на никому уровне, я все равно буду знать, что на мое место кто-то придет. Ну вот так вот. Так что я за армию. Теперь дальше что? В армии стали намного жестче в порядке. Я говорю о том, что сейчас я вижу. То есть, если, ну, у нас этого нет. Но я просто слышал об этом, что допустим наркоманы, они выгоняются моментально. Хотя раньше бы попадался, но мы его могли терпеть. У нас этого нет. У нас сразу до свидания. Ну, а те, кто немножко пьет, ну, там по ситуации. Или тяжелые случаи, до свидания. Или легкие случаи. Воспитывать. Вообще, а много удается людей именно перевоспитать во взрослом возрасте? Понимаете, там не столько перевоспитание идет, сколько идет сведение к исполнительности. То есть, когда самая большая проблема гражданцы, это когда говоришь, а ему кажется другое. А, то есть, он воспринимает слова офицера как-то по-своему, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И он, получается, думает, это делать другое, это еще хорошо, что не война. Иначе была бы подстава. Ну, это если так. Поэтому очень важно сейчас, офицер сказал конкретно, надо идти туда. И солдат должен молча сделать вот это. И в этом армия очень здорово помогает. Потом дальше что еще могу сказать? Ну, допустим, нашему подразделению грех было жаловаться. У нас всегда было полное вооружение. От легкого до тяжелого ручного. А вот некоторые соседи, я знаю, у них была с этим проблема. Вот армия, чем хорошо, она дает возможность поработать на всех видах вооружения. Ну, например, на полигонах и тому подобное. То есть, люди и подразделения уже знают, что надо делать. Ну, вот так вот. Интересный еще такой вопрос. Инженерное сооружение, говорят, это больная точка была. Не все солдаты понимали, зачем их делать. И слышали что-то об этом. Ну, давайте так. Из моего опыта. Самая первая полевая моя работа была вот тот самый завод, Донецкий завод казенный, химический киндели. Ну, в простонародье динамитное. Это тот, который бомбили очень сильно. И мы там были на внутренней охране. То есть, была внешняя охрана, которая нас закрывала. А мы закрывали сам периметр. И когда противник подошел слишком близко, и мы уже знали, что нам придется сталкиваться в лобовую, мы начали копать окопы. Но проблема была в том, что не все это понимали. И по-хорошему говоря, копали только я и мой ученик. Его позвонок тополь был. Он жив, здорово. И мы вот это копали, копали, копали. И когда наступил последний день, оно в воздухе висело. Ребята начали бегом искать лопаты. И целый, если мы копали, допустим, по два часика, и отдыхали, но выкопали вот так, то там начали копать, как говорится, лопат мало, а жить хочется. Ну, в общем, когда страшно, быстро копали. Вот так вот. И выкопали. Понял. Так, вот вопрос из чата. Вопрос из чата. Будут ли выходить новые выпуски новостей? Да, конечно. Сегодня, наверное. Ну, он же каждый день же, да? Без... Ну, давайте так. Если у меня есть доступ к интернету, это самое главное понятие. Я эти выпуски делаю сам. Если у меня есть доступ, будет. Вот так вот. Понял. Как вообще про... Немножко побольше узнать... А, вот так вот. Ну, давайте я... Когда и почему возникла такая необходимость? Давайте так. Первое время я просто наблюдал за интернетом и делал комментарии на своей личной странице. У меня была только одна единственная страница на ВКонтакте. А потом... А потом... сообщила одному блогеру, который находится где-то под Магаданом, что есть какой-то там ее одноклассник, который воюет. И мы провели первый сеанс по скайпу. Ну, что я могу сказать. Популярность у этого диалога была просто, ну, она закалила. Прошло полгода. И мои друзья, которые я знаю, здесь местные, глухие, они попросили. Говорят, ну, сделай нам хоть что-нибудь, хотя бы раз в неделю. Потому что они все глухие знают. Я так посмотрел и решил посмотреть на эту тему передачи. Ну, так, покопался. Ситуация была печальная. Оказалось, что о нас почти никто не рассказывает. Зато с этой точки зрения выражало 5-6 блогеров. Это украинскую именно? Да. И получается так, интуитивно люди понимают, что мы правы. А на достаточно простом уровне, на жестах и там подобное, никто не рассказывает. Ну, 16 марта я познал маленькую такую передачку на 4 минуты, кажется. Там было в основном очень медленно «Здравствуйте!», потому что я долго вспоминал, как это показывается. И очень долго сказал «До свидания!» и надеюсь, мы завтра увидимся. И по-черезку там буквально вкратце. Рейтинг был сумасшедший. Ну, ладно, попробуем все-таки, все-таки. Люди втянулись. Ну, а мне-то, ну, не я, командиры были не против, военных там я не рассказывал. А почему бы и нет? И вот так потихонечку, потихонечку. Ну, поначалу я передал тебе без звука. Опять, через 2 месяца меня просят нормальные люди, говорят, а что ты там рассказываешь? Ну, давай нам. Ну, ладно, включаем звук. Людям понравилось. Ну, вот так вот. Примерно. А информация, откуда поступала? Ну, там достаточно большой была сводка, такое ощущение, что много разных источников изучали. То есть это же невозможно все было увидеть самому. Я понял. Давайте так. Я отслеживаю и ту точку зрения, и эту. Потому что если я буду следить только эту точку зрения, нашу, или еще хуже выполнять какие-то приказы, как это вынуждены делать официальные источники, у меня было бы... Ну, мне бы... Ну, я бы не смог это делать. Не было бы мотивации. Да, да, да. Я просто не смог бы это делать. А когда я смотрю ту точку зрения, смотрю эту, и понимаю логику, то этого не может быть. Вот тут я начинаю комментировать. Моя работа в основном это комментарии. По поводу того или иного события. Я работаю без тормозов. А сегодня? Вот что-то можно прокомментировать, какое-то из сегодняшних событий, например? Вот так. Могу. Проанонсировать вечернюю сотку, например. Я не знаю, когда это было, но я буквально недавно перед передачей успел увидеть. Машу Захаровой, мне понравилось ее, как она танцует, но не нравится ее поведение на международной арене. Ибо мне нравится стиль Гребенка. Это министр Советского Союза по иностранным делам. Его боялись все. Из него нельзя было вытащить ни одного лишнего слова. Это я говорю так вот. Это мое личное мнение. Это непришельно. Пожелания просят поменьше ненормативной лексики. Да, кстати говоря, вот к сожалению, мы тоже... Подождите, подождите, подождите. Я сегодня еще не мотивался. Нет, это на сводках. Но там, конечно, ваше дело. А, ну давайте так, я скажу так, как есть. Поначалу ненормативной лексики у меня было очень много. Потому что там событие на событие накладывалось. И комментировать без мата было невозможно. А по истечении времени как-то вот... Мы уже все понимаем. И мои иногда маты, они как бы... Я думаю, где-то буквально через месяц я уже отвыкнусь не буду. Мы уже привыкну. Но если украинцы опять что-то утидят, извините, без мата это нельзя. Вот еще вопрос из чата. Влияйте на мотивацию бойцов? Есть люди по идейным причинам против фашистов. Есть люди, которые боятся войны, но проверяют себя на прочность, некая школа мужества. Есть без идей. Просто потому, что остался без работы, и армия своеобразный источник доходов. Да, я понял. Ну давайте я так скажу. Насчет идей и страха. Я уже об этом как-то говорил. Скажем так, отсутствие боев не мотивирует никак. А вот если помнить аэропорт, когда наши казаки были, это тогда, помните, приезжал Порестенков. Он как раз приезжал как раз к нам, когда мы там были. И, ну как сказать, у нас была одна смена, которая, не будем так говорить, дрогнула. Мы тогда с ней очень долго поговорили. Что-то или с командой, или с поддельностью, не имеет значения. Ребята все были молодые. Но они потом поехали. Никто, я могу сказать. Приехали оттуда с другими ребятами. Вот тогда приехала команда. Они же знали, что к чему. И у меня такое ощущение, что они приехали за мужиками. Они до сих пор со мной сейчас находятся. Ну да, половина ребят, они разехлись. Но костях, кто у меня тут. И это одни из самых лучших ребят. То есть, как я уже говорил, если человек понимал, что такое стаж, и его пошел, с ним можно работать. Ну вот так вот. Что там еще? По поводу зарплатника. Ну, это можно понять только в бою. По нашему подразделению. Вот у нас, допустим, я не буду говорить численность, но во время одного боя только двое оказались не готовыми. Это маленькая цифра. Из скольки? А? Из скольки? Ну, скажем так, давайте так, чтобы я не выдавал военные цены из ста. Это очень маленькая цифра. Наши подразделения считаются достаточно надежными. Нет, я не должен так, не так, должно быть. Оно надежное. Вот, потому что я так привык выражаться. И я просто уверен, что если что-то случится, мои ребята встанут. Их не пройти. А так как мы умеем на всех видах вооружения работать, и оно у нас есть, это самое главное. Никаких вопросов. Мы не на танках работаем. Танков у нас нет. Ручное оружие. Ну, скажем так, чтобы танк остановить, достаточно на одну мину. Грамотно положено. Ну да. Недавно обсуждали, конечно, по-дилетантски, о том, что такие дорогие штуки, как вертолеты и танки, ложатся от птура копеечного. Ну, то есть... Ну, я не буду об этом. Я, ну, привык говорить о том, что происходит. Ну, то, что я знаю. Вот я вижу, вот оно. Вот. А у меня там не было. Что же буду говорить-то? Как насчет отдыха у солдата? Очень интересует этот вопрос. Отдыхают. Говорят, одна из самых больших проблем, это вот накопившаяся моральная нагрузка за два года, да? Есть такое, есть. Есть. Когда нас переводили в военкомате, ну, нас оформляли просто копом, и один из главных вопросов было, это как ты себя чувствуешь? Тебе не надоело еще воевать? Ну, скажем так, кому надоело, все уходили. И в этом, наверное, одна из проблем, затянувшегося конфликта. Мы потеряли очень много идейных по причине того, что мы дянем, 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 дянем. То есть, с одной стороны, армия становится более профессиональной. То есть, раз тебе деньги дают, дают, будь любезен, копай окоп. Нет, ну, такого нет, конечно, ну, оно примерно так. Ну, а тогда, типа, это, за бесплатно, за идею, надо пёрли. Насколько я помню, вот, под Зуевкой, наши тормознули огромную колонну с помощью пяти ганатомётов. Ну, что? Ну, что? Тормознули, колонна развенилась, пошла назад. Все. Ну, тогда были, тогда бои. Ну, вот так вот. А сейчас, ну, видно будет. После каких событий для тебя началась война эта? С Майдана или позже с Одессы, может быть? А, вот так вот. Ну, давайте так. Есть такое понятие «Остранённая война», а есть такое понятие «Война вот она». Хм... Я скажу так. Она началась 1-го числа в обед для меня. Майя 2014 года. Это близко. Тогда я работал в магазине, а мой компьютер стоял вот так. Клиентов мало. И я наблюдал за событиями. Вдруг я вижу, как нас оттормуют прокуратуры. Да ладно бы это, а то еще оттуда стрелять начали. Ах, вы паскуды! Были, то бегом и туда. Магазин закрываю. Потом оттуда приезжаю в магазин, хватаю оптику. И... Тогда Аваков по телевизору объявил, что закрывают границы вокруг Славянска. Я думал, ну все, у нас шмонад будет, у меня там расстреляют. Такой человек, а сел в электричку и поехал. Самое удивительное было то, что в эту электричку можно было посадить целую бригаду, и она бы спокойно, без шмона бы доехала до Славянска. Ну, вот так вот. Ну, в общем я при... Да, вот я туда приезжаю, на ночь глядя, в городе тревожно. Никто не хочет со мной связываться, но я нашел тактиста. Уговорил его. Он меня отвез на СБУ, а меня там же не пристрелили. Ну, какой урод может ночь притащиться на СБУ? Ну... Я вам говорю, ребята, не стреляйте, он на меня автомат, я его первый раз вижу так близко. Я же не военнослужащий был раньше. Я говорю, ребята, смотрите, вот держите. Вытащил оптику со своего магазина. Говорю, держите. Меня тактик назад отвез, дождался утренней электрички, и поехал назад. И уже когда мы подъезжали к Донецку, уже я смотрю, я же не слышал тогда, и вижу по лицам, люди стали темными на лицо. Выхожу и узнаю, война. Слава начали бомбить. Я бегом к магазину в компьютер, и в общем я уже понимал, что к чему. Вот это было первое мое непосредственно, что называется, вот оно. Потом что, было 9 мая, и еще главное событие было 11 мая. Тогда по интернету бросили клич всех, кто может. Ну в смысле, по физике и тому подобное. Приходите на участки. Ну так как меня уже знали, я тут сказал, что я могу прийти в магазин, закрываю то же самое, делал и ушел на целые сутки. Ну а дальше через неделю опять по объявлению. Вот интернет хорошая вещь. Требовался тренер по боевым искусствам. Я объяснил, что я могу, что я не могу. Вот так вот я оказался там, где не надо с точки зрения Украины. Да, интересно, интересная история. Ребят, если у вас есть вопросы, когда еще мы сможем Сунсея вытащить из окопов сюда, то есть человек занятой, задавайте, задавайте. Наверняка же они есть. У нас время передачи к концу подходит, но минут 5-6. Ну да, тут мы можем напрямую пообщаться с людьми. Там порядка 2-2,5 тысяч человек нас сейчас смотрят. Из них вот 200 могут задать вопросы. Ну на самом деле, да, все сводки смотрели. Вот сейчас, в последнее время, я просто за себя расскажу. Хотя лучше потом. Потом лучше расскажу. С некоторого времени перестали смотреть не потому, что неинтересно, а потому, что все-таки у нас цензура в плане, в плане вот, ну то, о чем мы говорили. Там вроде как по-другому не скажешь, да, а у нас... Да, ну так и есть, да. А у нас не так вот, ну... Дети смотрят... Ну... Да и тихо стало все-таки на линии фронта. Просто тихо. Так, ну вот, началось. Только пожелание побольше здоровья. После освобождения Донбасса корпус готов идти дальше на запад? Ага, вот. Это тоже интересный вопрос. Это одна из причин, почему мы сейчас никуда не идем, не наступаем. Говорю откровенно как есть. Ага. Давайте я сейчас поприбуточно выразиться. Если... Давайте так, это мое личное мнение. Если бы вопрос стоял об освобождении только зоны референдума, это я точно называю административным границам Луганской Донецкой области. Я думаю, мы бы уже ее освободили. Вопрос ставится шире. Но. Здесь вопрос, да. Это во-первых. А во-вторых, менталитет наших. Мы защищаем наш дом. И если мы выйдем... Есть такие опасения, они справедливы. Если мы выйдем на границы наших областей, мы просто дальше не пойдем. То есть местные не просто написать заявление, а вставка, 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 вставка. До свидания. Мне надо жене, у меня там дети, у меня там это, у меня там это, у меня там это, у меня там это. Пойдут те, у кого есть такое вендетники, у которых родня погибла. Пойдут те, кто из всех областей оккупированных. Ну, в общем, тут такая задача. Нужно, во-первых, научить ребят. Во-вторых, нужно как можно больше ребят настолько вжить в армию, чтобы они чувствовали себя именно армейскими. По большому счету, к нам все приходят гражданки со своими тараканами и тому подобное. Вот если они станут именно воинами, это уже пойдет. А человек может быть одновременно, ну, на войне воином, а на гражданке гражданским? Это очень сложно иметь именно две, два разных сознания. Или все-таки... Нет, давайте так, только в смысле. То есть на войне ты должен быть военным. Давайте так, средний человек так не может. Он должен вот прийти в армию, и он должен быть армейским. То есть, грубо говоря, человек поехал отдыхать домой, поехала боевая тревога. Он должен немедленно собраться и вернуться. Это как была, допустим, Брестская крепость. Вот когда напали, моментально собираются бегом. Ну... Что касается отпусков, отдыхов... Скажем так, если нет боевых выездов, отпусков у нас идут по контракту, как положено... Ну, там график составляется, как на заводах, так на фабриках. А вот если боевая все отменяется, сидим и идем. Ну, вот так вот. Так... Хорошо. И на самом деле вопросов... Я чувствую просто тот объем знаний, который есть у сенсея, друзья. Он настолько большой, что в рамках этой передачи не влазит. У меня еще много вопросов, на самом деле, есть по состоянию. По тому, что делать. По тому, как вообще идут дела. Но нам надо заканчивать. Вот вам желаю сил, здоровья, победы. Я думаю, весь чат поддерживает. Нет, поддержку мы чувствуем. Спасибо, что пришел, дорогой сын. Все будет хорошо. Мы обязательно увидимся. Вот, видите, еще сколько вопросов интересных. А, вот. Ну, давайте попробуем. Ну, давай, вот еще один вопрос. Ну, давайте. Национальный бойцов гражданским музыкам. Да. Вот так вот. К тем, кто не пошли. Когда нас... Быть над казаками... Нашу подразделение, оно маленькое, на самом деле, батальон. Обвиняли во всяких грехах. Мородеры и тому подобное. Я всегда говорил одну простую вещь. У нас был неофициальный приказ от комбата. Брать только местных ребят. А теперь представьте себе. Пришел местный мальчик, у которого мама, папа, братья, тетры, вот они, в соседнем селе. Ну, как он может быть маржером? Я не знаю. Мы базировали по Мросевке. Ну, сейчас подразделение базировалось. И сейчас в нашем подразделении много ребят оттуда. Это невозможно представить. Одного... Один на моих глазах гнился. Четверо детей поражали. Ну, как? У нас пацаны к местным относятся... Ну, не могу я ничего сказать плохого. Отлично. Ну, и вот, собственно, спасибо огромное передает весь чат. Будем на этой такой эпичной ноте заканчивать. Спасибо. Спасибо. Я думаю, еще встретимся. Как только будет свободное время, нам есть еще о чем поговорить. Я чувствую, огромное количество информации просто в человеке собрано, друзья. Вот, надо беречь сенсея. Он у нас такой один. Вот. Спасибо. Это все. Это все. Да, вижу, вижу, вижу. Да. Ну, все. Спасибо. До свидания, друзья. Всем до свидания. Надеюсь.